Евгений Малевич большую часть жизни посвятил науке. Вот уже более полувека профессор, академик, преподает студентам. Сейчас заведует кафедрой социологии и политологии в Самарском госуниверситете. Своим знанием, признается Евгений Фомич, благодарен Самарской библиотеке, в которой провел немало часов, после чего написал множество научных работ, учебников и лекционных курсов. Они полтора века отмечают свои юбилеи. Третья часть этого юбилея, это мой юбилей. 50 лет из этих полтора-ста лет они вместе со мной отмечают. За 155 лет Самарская областная библиотека из небольшой читальни, в которой было всего около сотни книг, превратилась в хранилище произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей. Основал библиотеку почетный житель Самары, второй самарский губернатор Константин Грот. Его старания были продолжены. Сейчас в стенах библиотеки хранится порядка пяти миллионов книг, исторических документов и учебников. В нашей библиотеке можно найти очень ценные и достоверные источники по различным отраслям знаний. Часть источников сродни практически, то есть имеется в единственном экземпляре на территории нашей области. Кроме того, в нашей библиотеке имеются редкие ценные издания, ну например, там одна из пяти книг, которые есть на территории Российской Федерации. Нужную информацию здесь находят люди разных профессий и возрастов. Некоторых сюда манит какая-то особая, по их словам, энергетика стен. Библиотеки, они дают несколько больше возможностей, чем обычный интернет, поскольку именно занятие в такой обстановке способствует лично для меня лучшему запоминанию, лучшему усвоению материала. Мы вообще самая читающая страна в мире. И все наше творчество, вообще вся история нашей Руси, России нашей великой, говорит о том, что основа государства, она, конечно, приходит через любовь к отчизне и через творчество. На сегодняшний день услугами Самарской областной универсальной научной библиотеки пользуются порядка 50 тысяч человек и с каждым годом число читателей растет. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События.